В Британии сегодня исторический день. Там стартовала вакцинация от коронавируса. А испанская авиакомпания была вынуждена переоборудовать пассажирские самолеты в грузовые, чтобы остаться на рынке. Как меняется мир в пандемию, расскажет Оскар Миндбаев. Спасибо, Наталья. Великобритания с сегодняшнего дня начинает прививать население. Первыми вакцину получат люди старше 80 лет и врачи. Далее по списку идут полицейские и социальные работники. Всего заказано на 40 миллионов доз. 800 тысяч вакцин уже привезли из Бельгии, где ее выпускают. Напомню, Лондон сделал выбор в пользу вакцины Pfizer. Англия первая страна на западе, которая приступила к массовой вакцинации. А испанская компания Иберия переделывает пассажирские самолеты в грузовые. Там приняли такое решение, чтобы совсем не обанкротиться. Иберия уже перепрофилировалась и принимает заказы на грузовые рейсы. До пандемии авиакомпания выполняла рейсы 115 городов мира. Рабочие снимают сидения с авиалайнеров. Теперь на этом месте стэка для удержания груза. Кресла вернут обратно, как только перелеты возобновятся. Спрос на пассажирские сообщения снизился до минимального. Такого в современной мировой авиации еще не было. А в Бразилии начали праздновать Рождество. Фестиваль света дарит надежду на победу над коронавирусом. Великолепное мероприятие. Люди дома ломают голову над тем, чем бы себя занять. И такое событие. Фестиваль света можно посетить, не выходя из машины. Яркие туннели, Санта-Клаусы, елки, украшения. Все это расставлено вдоль дороги, по которой не спеша едут автомобили. Нынешний праздничный сезон для миллионов бразильцев будет не таким, как прежде. Эта страна много месяцев лидирует в списке зараженных ковид. Поэтому организаторы решили таким образом поддержать своих земляков. Такая поддержка как нельзя кстати. Она помогает верить в чудеса. Наталья. Да, Аскар, именно чуда нам всем так не хватает.